Всем привет! С вами канал Геральдика и Векселология. Сегодня свой обзор я посвящаю гербу Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург – второй по численности населения город России. Город федерального значения. Административный центр северо-западного федерального округа Ленинградской области. Герб Санкт-Петербурга является официальным государственным символом города федерального значения Санкт-Петербурга. Нынешний вариант принят 23 апреля 2003 года. Исторический герб Санкт-Петербурга, утвержденный 14 марта 1730 года, подтвержденный в 1780 году, дополненный в 1857 году, никогда не отменявшийся и вновь уведенный в употребление в 1991 году, является старейшим и основным официальным символом Санкт-Петербурга. Прообразом послужил герб Ватикана, как города Святого Петра. После Октябрьской революции и вплоть до распада Советского Союза герб города не использовался. Во-первых, потому, что он носил на себе символы императорской власти, несовместимые с официальной идеологией правившего тогда режима. Во-вторых, широкое использование городских гербов вообще не было в советской традиции. Часто вместо городского герба в это время использовались произвольные символы, например, кораблик со шпиля Адмиралтейства. Только весной 1989 года городские власти Ленинграда возбудили вопрос о необходимости городского герба. Был объявлен общегородской конкурс на лучший проект, назначена денежная премия победителю. Выставка проектов нового герба открылась в мае 1989 года в Петропавловской крепости. Однако идея учредить новый, советский, герб северной столицы была оставлена. Общественное мнение горожан склонилось к возрождению существующего со времен Петра великого городского герба, каковой был официально, повторно, принят в 1991 году. Герб Санкт-Петербурга представляет собой геральдический красный щит с изображением на его поле двух серебряных якорей, морского, наискось слева направо от зрителя, лапами в верхнем левом от зрителя углу щита, имеет две лапы и поперечную деталь на анкерштоке, и речного, наискось справа налево от зрителя, лапами в верхнем правом от зрителя углу щита, имеет четыре лапы и лишен поперечной детали на анкерштоке, положенных накрест, а на них золотой скипетр с двуглавым орлом. Щит увенчан императорской короной с двумя выходящими из нее Андреевскими лазуревыми лентами. За щитом два положенных накрест золотых, украшенных алмазами и эмалию российских скипетра, соединенных Андреевской лазуревой лентой. Геральдическое описание герба Санкт-Петербурга гласит, в червленом, красном, поле золотой российских скипетра поверх двух опрокинутых серебряных якорей морского и речного, о четырех зубцах, на крест. Щит увенчан российской императорской короной и положен поверх двух российских скипетров натурального цвета, соединенных лентой святого Андрея Первозванного. Допускается воспроизведение герба Санкт-Петербурга в сокращенных версиях, обусловленных исторически и геральдически, без императорской короны над щитом, без лазуревых лент, выходящих из императорской короны, без двух российских скипетров, соединенных Андреевской лазуревой лентой, а также в виде золотого скипетра с двуглавым орлом и двух серебряных якорей, морского и речного, положенных накрест, вне поля щита. Скипетр с античных времен является знаком правителей, в данном случае скипетр, увенчанный государственным орлом, символизировал монархическую царскую власть, а также, что Санкт-Петербург, столица Российской империи. Два серебряных якоря, из которых один, двухлопастный, с перекладины у кольца, морской, другой, четырехлопастный, с кольцом, речное окошко, означали, что город, морской и речной порт. Якоря выражает идею Петра I о выходе к морю через речные пути. Красное поле щита напоминает о кровопролитных боях со шведами во время Северной войны. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!